Доброго времени, друзья! На днях в наш каталог обратилась Ольга с очень интересным проектом. Когда-то мы делали ей столик с фасадами без ручек, и она осталась очень довольна нашим сотрудничеством. А теперь вот хочет в довесок столику такого же типа комод. Желание клиента закон. Более того, у меня сейчас есть немного времени, чтобы развлечь себя, добавив что-то новое в наш мебельный каталог. Давайте немного порисуем и посмотрим, что у нас со всего этого получится. Для начала определимся с габаритными размерами комода. Исходя из пожеланий Ольги, мы оставим их без изменений, как в оригинальной версии на сайте IKEA. Ни для кого не секрет, что вся корпусная мебель состоит из разного рода досочек и планочек. Поэтому я не буду вас утомлять нудным просмотром создания и расстановки деталей в модели комода. В наших силах ускорить этот долгий процесс, добавив всего чуть-чуть магии. Эх, вот если бы в жизни можно было вот так вот просто нажатием одной кнопки перемотать все нудные и бесполезные, но требующие твоего непосредственного участия в процессе. Но давайте не будем о грустном. Ведь мало что может быть приятней, чем наблюдать за тем, как течет вода. Горит огонь. Ну и конечно же за тем, как кто-то работает. Откиньтесь в своих глубоких и удобных креслах и получайте удовольствие. Ну вот, наш комодик уже почти имеет бока. Хотя это сложно пока назвать комодом. По условиям задачи ящики в нашем изделии будут одинаковые. Следовательно, ниши под них тоже должны иметь одинаковые размеры. Проверяем этот момент рулеткой. На этом этапе наша конструкция совсем неустойчива. Исправим эту недоработку связав бока комода понизу цокольной планкой. Цокольная планка устанавливается в корпусную мебель, которая эксплуатируется на уровне пола. Основная задача цокольной планки — поднять изделие над уровнем плинтуса. Это обеспечивает плотное примыкание мебели к стене, что в свою очередь дает дополнительную устойчивость всей конструкции. Ведь когда высота больше площади основания, любая дополнительная устойчивость лишней не будет. Устанавливаем стяжку под крышку комода. Она соединит бока комода между собой, позволит лучше закрепить крышку комода, а также послужит основанием для фиксации задней стенки комода, которую мы установим немного позже. Дублируем стяжку и переносим ее в лицевую часть для того, чтобы закрепить через нее верх центральной перегородки. Я только сейчас заметил, что наш проект до сих пор не сохранен. Сохраняем проект. Обидно будет, если все наши труды исчезнут так же быстро, как напряжение в сети запитывающей мой компьютер. Расставляем недостающую фурнитуру. Это позволит мебельщикам, которые впоследствии будут работать с нашим проектом, понять, как устроено наше изделие. Дублируем цоколь и переносим его в задней стенке. Таким образом мы создаем надежное основание для равномерного распределения веса всех шести ящиков нашего будущего комода. Попробуем сделать наш комод немного дешевле. Заменим цельное дно на отдельные планки. Конструктивно ничего не поменяется, а изделие станет легче и намного дешевле. Меньше ДСП, меньше цена. Любая корпусная мебель должна иметь жесткость в трех плоскостях. В противном случае, если не учесть этот момент в процессе конструирования, вся конструкция сложится как карточный домик. Чтобы обыграть этот момент на практике, устанавливаем заднюю стенку из ДВП. Умышленно сделав заднюю стенку из двух частей, мы уменьшаем ее габаритные размеры. Это значительно упрощает процесс упаковки и транспортировки изделия непосредственно заказчику, в случае, если тот живет в другом городе. Соединяем две части задней стенки пластиковой соединительной планкой. Ну вот, корпус нашего комода практически готов. Самое время проверить, как в него встанут ящики. Для того, чтобы не моделировать ящики каждый раз, в моей библиотеке компонентов есть универсальная заготовка. Она принимает любые формы и размеры, которые нужны нам в нашем конкретном случае. Это значительно упрощает процесс моделирования и экономит уйму времени. Простым движением мышки копируем ящики, чтобы заполнить все свободное пространство в нише. Это черновой вариант, так сказать, пристрелка. Так как ящики у нас без ручек, нам нужно рассчитать, какой ширины нужно сделать фасады. Потом, исходя из этого, определим, сколько оставить на зазор, который будем использовать как ручку. Посчитали, подумали, сделали. Оставим расстояние под ручку между ящиками фасадов в 40 мм, а все остальное пространство заполним. 40 мм отличный размер. У меня это длина второй фаланги и самого длинного указательного пальца на руке. Выдержав этот размер, мы обеспечим комфортное взаимодействие заказчика с нашим изделием. Ведь при открывании ящика у человека будет меньше шансов травмироваться, а это, согласитесь, дорогого стоит. Вот из таких вот мелочей и состоит все наше ремесло. Когда ты должен продумать и учесть все от неразличных аспектов и критерий в безопасности, эргономике, функционала, дизайна и, конечно же, цены. Хотя заказчик, как правило, застряет свое внимание только на стоимости изделия. Для придания изделию большей эстетической привлекательности закроем планками ниши между фасадами. Они скроют содержимое ящиков от постороннего взгляда и добавят глубины и рельефности всей конструкции. Обеспечим только что установленным планкам возможность закрепиться к общей конструкции корпуса. Установим минификсы. Это элементы скрытого монтажа. Они обеспечивают надежную фиксацию и в то же время их присутствие незаметно с лицевой стороны изделия. Ну вот и все. Наш комод практически готов. Осталось только расставить на некоторых деталях недостающие элементы отделки. Я говорю о кромках в тех местах, в которых мы забыли это сделать в процессе моделирования нашего комода. И в завершение сделаем в нашей модельке срез под плинтус. Размеры среза у нас будут унифицированы. 60 мм в высоту и 30 мм в глубину. Для большинства современных моделей плинтусов этот размер приемлем. Не стоит забывать, что у нас есть еще установлены набойки на боках комода. Это еще 6 мм. Итого в сумме будет 66 мм. Этого, как мне кажется, будет вполне достаточно. Вся подготовительная работа для передачи заказов производства сделана. Модель создана. Все пожелания заказчика учтены. Размеры выдержаны. А конструкция один в один, как на картинке. Поставленная цель достигнута за 40 минут времени. Хотя для вас они пролетели практически незаметно. Если вам нравится то, как мы работаем, мы с радостью создадим для вас что-то подобное. Обращайтесь, порисуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok